Здравствуйте, уважаемые мастера! Я рада всех приветствовать на своем канале. Девчоночки, кто еще не подписался на канал, обязательно подпишитесь, потому что я стараюсь для вас сделать очень много чего интересного. Зайки мои, при записи прошлого ролика у меня что-то случилось с микрофоном, какие-то шумы вылезли. Я, конечно, безумно этим расстроена, но муж мне починил вроде бы микрофон, поэтому, надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Причем самое интересное, что эти шумы я услышала только, когда включила через динамик телефона. На компьютере было абсолютно не слышно ни через наушники, ни через колонки, не знаю, что это было. Но, в общем, надеюсь, в этот раз будет получше. Кстати, мне очень часто поступает вопрос по поводу того, как же сократить время коррекции. Девочки, на эту тему я написала статейку, она находится у меня в инстаграм, поэтому, кому интересно, зайдите, почитайте. В принципе, там очень хорошо все красиво написано. Ну, а мы тем временем покрываем ноготки гель-лаком, следим за тем, чтобы у меня улыбочки у нас была красивая, чтобы материал был доведен в сторону боковых валиков. Ну, и, собственно говоря, чтобы он лег равномерненько, поэтому я всегда прокладываю материал в два слоя. Ну, и намечаем белым цветом зону для нашего будущего дизайна. Почему мы прокладываем белый? Он у нас будет служить подложкой в тех местах, где у нас краски лягут полупрозрачно. То есть он добавит плотности нашим краскам и яркости. То есть дальше мы будем уже рисовать в очень интересной технике. Вот этот вот слой даст нам ощущение цельной конструкции. Ну, и набираем наши цветные пятна. Все, весь материал на данном этапе мы кладем по мокрому, ничего не сушим. Тут же в мокром виде все это перемешиваем. Абсолютно не думаем, как же оно перемешается. Вот как перемешается, так и будет. То есть здесь у нас такая имитация камней, имитация натуральных текстур, имитация сложного фона. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, смотрите, девочки, очень внимательно подумайте над тем, какой цвет даст смешивание вот этих вот оттенков. То есть здесь мы их перемешиваем. И если при смешивании цвет будет некрасивый и грязный, то и дизайн сам по себе будет некрасивый и грязный. Накидали наши цветные пятна, перекрываем их хорошенечко финишем, сушим 2 минуты, полностью просушиваем и бафим. Готовимся к технике литья пигментами. На мой взгляд, поздняя осень, это как раз таки самое время для дизайнов в стиле дорого-богато. Да, потому что листики уже вроде бы как надоели, они уже опали, их уже нет. Для снежинок еще рановато. И вот этот вот переходный период как раз стоит заполнять вот такими дизайнами. Девчоночки, а вы как думаете, когда и какие дизайны стоит рисовать? Ну и приступаем к самой прорисовочке. Девчоночки, в дизайне ногтей прорисовка играет самую основную роль. Здесь нам наша основная задача сделать эту прорисовку очень тонко, очень изящно и очень красиво. Здесь пигмент у нас ляжет в любом случае. Кстати, прорисовочку мы делаем краской без липкого слоя. Опять же, в данном дизайне ногтей мы можем располагать наши прорисовочки, элементы прорисовки располагать симметрично. Или просто так их раскидывать по площади. Использовать и цветки, и какие-то вензеля, и какие-то булки спирали, и просто какие-то пузыречки. И еще кучу-кучу-кучу всяких элементов, которые я знаю у вас в голове есть. Вот возьмите и придумайте, чем же таким интересным можно это заполнить. Девчоночки, на самом деле, если поменять цветовую гамму и в прорисовке использовать, допустим, какие-то там ромашки, да, стилизованные, то будет очень весенний, очень красивый дизайн. То есть здесь просто безумное поле для творчества вперед и с песнями. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ну и хорошенечко просушиваем красочку. Напоминаю, красочка у нас без остаточной глубкости. Мы ее хорошенечко 2 минуты полный цикл в лампе просушили и начинаем затирать пигментами. Девчоночки, пигмент опять же можно взять любой. Здесь мы решили, что мы хотим слегка со старинного эффекта и взяли такое зеленоватое золото. Но на самом деле, ну лично бы я бы взяла бы золото поярче какое-то, чтобы оно более контрастировало с нашей основой. Но клиентке захотелось эффект старины, поэтому мы сыграли именно в эту сторону. Здесь обязательно, зачем нужно просмотреть? Затем, чтобы у нас на ноготке не остались неприлипшие частички пигмента. То есть основная наша задача хорошенечко обтрусить весь ноготок, чтобы ничего неприлипшего не было. Иначе оно все потянется и добавит грязи в дизайн. Ну и перекрываем финишем. Все, наш дизайн готов. Девчоночки, надеюсь вам понравилось. Нам с клиенткой понравилось очень сильно. На самом деле, вживую смотрится просто потрясающе. Как обычно, камера блеска какого-то эффекта, перелива не передает. Потому что пигмент здесь мало того, что зеленоватый, он слегка еще и хамелеон из желтого в зеленый. Вот. Ну камера, конечно же, это все съела. Я вам на словах рассказала, надеюсь, вы мне померили. Вот. Ну и рада была вас видеть в этом уроке. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх. Люблю, целую. Кух.